Приветствую вас! Начнем мы, пожалуй, с того, что скажем про вашу сестру. Сестра не хочет уходить из квартиры и не разговаривать с вами, потому что Первое. Если она уйдет из квартиры, то, скорее всего, будет сидеть одна, вообще без всяких людей, потому что отчаялась, по сути, устроить свою личную жизнь. В ее возрасте люди, как правило, очень часто, по крайней мере, впадают в такой кризис среднего возраста, когда оказывается, что все, жизнь окончилась, ничего больше не будет, только негатив, только плохо и так далее. И ваша сестра поэтому привязана к маме, которая вроде бы как ее поддерживает и разделяет ее взгляды. Соответственно, если она уйдет, то останется предоставленной самой себе, и для нее это равносильно такой маленькой смерти. Что касается вас, точнее нет, вначале еще по поводу ее отношения к вам. Она вам завидует. Безусловно, эта зависть связана с тем, что у вас все получается, у вас есть мужчина, у вас появились отношения, а у нее-то никого нет, и она из-за этого чувствует себя, естественно, неполноценной. Тем более, что она старше вас, и часы ее тикают, и она понимает, что у нее все меньше и меньше шансов и выйти замуж, и родить детей, потому что все-таки возраст уже достаточно приличный. И это все ее очень сильно угнетает, если не сказать больше, что у человека может на этой позже развиться депрессия. И поэтому относиться к ней нужно с жалостью и с пониманием. Перестать воспринимать ее как человека равного вам. Перестать считать, что она вам как-то противоборствует, она вам пытается что-то противопоставить. Нет, это просто не мой такой крик о помощи, это не мой такой сигнал СОС. Ну и, конечно же, зависть, обычный человеческий зависть. Вы ошибаетесь в том, что хотите быть для всех хорошей. Эта политика никогда никому не приносила ничего положительного. Почему? Потому что хорошей для всех быть нельзя. Всегда кому-то что-то не нравится в вашем поведении. И более того, нельзя быть хорошей для всех. Ведь что означает хорошей для всех? Хорошей для всех это означает полное подстраивание под других людей. По сути, это предательство самой себя. Вы этого хотите? Я думаю, что нет. И потому нужно отказаться от желания быть для всех хорошим. Любить ваших родных никто не запрещает. Уважать их тоже. Помогать им по возможности тоже нужно. Но вот стараться отвечать их интересам бесполезно. У мамы свои проблемы, у сестры свои проблемы, а у вас свои проблемы. И каждый из вас свои проблемы решает по-своему, так как умеет. Ты сразу, например, предпочитает сидеть дома и ничего не делает. У нее такая депрессия, затишье. Опатия. Она в однообразии своей жизни находит защищенную. Ну, такую своего рода раковину. Мама считает, что вы неправильно сделали, что развелись и теперь бросаетесь на первых встречах. Опять-таки, это ее право так считать. Вы не докажете никогда ей, что это не так. До тех пор, пока не приживете снова мужчиной какое-то количество лет и не скажете, вот, мама, у нас дети, вот, мама, у нас брак, у нас семья, у нас квартира, у нас общее имущество. Вот, это действительно мой человек, когда она скажет, ну ладно, если ты так хочешь, я признаю, я как бы смирюсь. То есть она все равно, даже если у нее не останется аргументов, она все равно будет стоять на своем. Таковы пожилые люди и с этим ничего не поделать. Ожидать от вашей семьи можно только одного. Дальнейшей эскалации конфликта. В каком плане? Ваша мама будет по-прежнему вас игнорировать, подкалывать, говорить неприятные вещи, неодобрения в нас есть и так далее. Тестра будет ее муж поддерживать, возможно, тоже что-то говорить, возможно, просто игнорировать. Но дальнейшее поведение будет таким до тех пор, пока вы либо не будете жить отдельно от них, либо, скорее всего, очевидно не покажете маме, своей маме, что этот мужчина ваш, не докажете ей. И тогда, если ваша мама примет вот эту вот новую реальность, скажем так, примет вашу новую позицию, то тогда, безусловно, и сестра начнет принимать, потому что она, получается, останется одна. А в одиночестве ей оставаться зрачнее всего сейчас. Она не будет, не захочет оставаться в одиночестве. То есть, по сути, вы конфликтуете с своей мамой. А сестра, это так, она займет, по моему мнению, любую позицию вашей мамы. Потому что она от нее сейчас зависит. Мама единственная, кто ее поддерживает, видимо. Значит, как себя правильно вести? Никак. Самое лучшее решение в данной ситуации, это безразличие. Никак не реагируйте на подколы, на какие-то негативные моменты. Общайтесь позитивно в том, что не касается вашей личной жизни, вообще не касается проблемных моментов. Когда речь заходит о чем-то таком, конфликтном, игнорируйте, не общайтесь. Просто ждите, пока все само собой затихнет. И это лучшая реакция на данный негатив, потому что безразличие самое мощное средство для того, чтобы показать человеку, что вас не волнует, что он о вас думает. Вас не волнует его мнение, то есть вы его мнение один от смыслщины и будете дальше продолжать так, как вам того хочется и все. Если будете отвечать, то будете неправы, потому что любой ответ есть защита. Защита это означает, что вы сомневаетесь, ну и так далее. То есть по сути безразличия есть самая лучшая форма поведения, самая лучшая линия его. И только так, а также последовательное развитие отношений с мужчиной, который у вас сейчас появился, поможет вам эта ситуация деэскалировать. Постепенно, конечно. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин